Святослав Дубянский «Творчество вечной жизни. Путь духовного синтеза». Я благодарен всем моим друзьям и родственникам, которые приняли активное участие в работе над этой книгой. Благодарю вас всех за добрые и полезные советы, ценную информацию, техническую и финансовую поддержку. Особая благодарность моей супруге Светлане Дубянской за совместный духовный путь, за поддержку всех моих проектов, а также моим родителям Игорю Григорьевичу 1930-2020 и Тамаре Алексеевне 1934-2019. За их благословение и поддержку. Большая благодарность моим друзьям и соратникам Имраму Гире, Татьяне Сизиковой, Аркадию Осипову, Александру Букрееву, Павлу Калягину, Александру Бербушенко. Ом намо пхагавате васадевая. Предисловие. Книга жизни. Первое. Высшие учителя и древние знания. Существуют ли бессмертные йоги и махатмы в Гималаях? Возможно ли физическое бессмертие и зачем оно нужно? Как можно пройти процесс реинкарнации осознанно? Как возможно практиковать медитацию не только в бодрствовании, но и во сне? Как понять и воплотить свое предназначение в жизни? Что такое абсолютное просветление и самореализация? Перед вами уникальная книга, в которой рассматриваются эти и многие другие вопросы духовного пути. Святослав Дубянский, мастер крия-йоги, писатель и художник, исследователь эзотерических традиций, многие годы прожил в Индии, где обучался под руководством выдающихся учителей нашего времени. 2. Махаватар Бабаджи и йоги Рамаях В первой части книги рассказывается про годы, которые Святослав прожил в уединенном южноиндийском ашраме Йоги Рамаяха, 1923-2006. Святослав рассказывает увлекательные истории общения с йоги Рамаяхом, повествует о его глубоких духовных наставлениях и проявлении сверхспособностей. Йоги Рамаях был непосредственным учеником бессмертного гималайского учителя, которого называют Махаватар Бабаджи. На страницах книги рассматриваются темы саморазвития, практики медитации, божественной самореализации, осознанных сновидений и реинкарнаций, гармоничного развития личности. Святослав раскрывает уникальные сведения о легендарных учителях Гималаев, таких как Махаватар Бабаджи, Горак Натх Бабаджи и Нагарадж Бабаджи. Махаватар Бабаджи – величайший гималайский учитель. С середины 20 века о нем появляется все больше информации. Высказываются различные предположения о подробностях его жизни, но он все равно остается тайной. Махаватар Бабаджи находится на абсолютном уровне божественной самореализации, которая включает в себя физическое бессмертие. Этот высочайший духовный уровень за пределами человеческого понимания. Бабаджи является наиболее выдающимся учителем даже среди гималайских мастеров. Маха на санскрите означает «великий», аватар – «божественное воплощение», а Бабаджи переводится как «уважаемый отец». Он живет в Гималаях, но иногда появляется в разных уголках мира. В наше время есть несколько замечательных книг, которые являются основными источниками информации о Бабаджи. Первым, кто сообщил миру о существовании Махаватара Бабаджи, был Йогананда, который в 1946 году написал великую книгу «Автобиография йога». Благодаря этой книге мир впервые узнал о существовании бессмертного Бабаджи, а также о древней традиции Крия-йоги. Возраст Махаватара Бабаджи трудно себе представить. Возраст Махаватара Бабаджи трудно себе представить.